Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях вновь Ахмата Алили, известный политолог из Азербайджана, руководитель Центра политического анализа Кавказа. Здравствуйте, господин Алили. Здравствуйте, Михаил. Всегда приятно быть тут с вами. Да, спасибо вам большое, господин Алили. Спасибо вам большое. Вам приятно быть в студии виртуальной со мной. Но, очевидно, Николу Пашиняну больше неприятно быть в одном терминале с российскими пограничниками-фсбшниками. Именно поэтому премьер-мистр Пашиняна решил их удалить. На ваш взгляд, вот этот шаг со стороны Пашиняна, как и все в действиях Пашиняна, это по принципу тени и толка. То есть, одна нога в одну сторону, другая нога в другую сторону. Либо мы видим совершенно очевидные, скажем так, шаги по снижению российского влияния на Армению. Все-таки предпочем назвать все это очень хорошим пиаром. Пока вот, ну, сколько-то разговоров идет о том, что Армения уходит от влияния России, да. Ну, как минимум с приходом на власть Пашиняна, такие разговоры были. Последние два года это усилилось, но никаких конкретных шагов в этом плане не наблюдается. Наоборот, очень долгое время азербайджанские эксперты говорили про то, что в армян-азербайджанском границе, условной границе, международной границе, там присутствуют российские войска тоже. Потому что это делалось из-за того, что, ну, азербайджанские эксперты просто хотели напомнить армянской стороне, что армянская сторона очень долгое время говорила, что они хотят увеличить, уменьшить влияние России у себя внутри, а вот азербайджан себя ведет таким образом, что, наоборот, влияние России внутри Армении, вот, из-за геозорской территории и так далее, может увеличиться. А были такие случаи, что вот азербайджанская сторона это показывала как аргумент, что, наоборот, то, что российские погранвайские еще находятся на границе Армении и Азербайджана, это показали того, что, наоборот, внутри Армении в этом плане там есть усилия. Но, вот, анализируя все, что было за последние 2-3 года, никакого конкретного шага против России или российского влияния внутри Армении не было сделано. Наоборот, в этом примере мы можем навредить на то, что были отрезки земли, где армянской стороне дали, вот, российской стороне дали возможность, как бы, создавать свои мини-базы. И не очень-то, вот, экспертное сообщество, это не такой-то уж большой секрет, что, да, даже вокруг зонезурства коридора там тоже есть места, где присутствовали российские войски, там было количество, как минимум, было увеличено, да. То есть, в этом плане я думаю, что это все пиар-компания направлена на то, чтобы, а, как-то ответить тем европейским странам, которые уже работают, начиная работать более интенсивно с Армению, понимают, где есть пробелы вот в этом Армении. То есть, есть такой, раньше этот вопрос вообще никто не поднимал, потому что никому не нужно было. А вот в последнее время, с приходом европейской мониторинговой миссии в Армению, там появляются такие моменты, что, скажем так, на местах уже эта группа, этой группе приходится, как бы, каждый день сталкиваться с присутствием российских по крайней войску в отдельных регионах, потому что они тоже находятся, базированные в южной части Армении, российские по крайней войскам тоже. И получается так, что там вероятность стычек между этими группами очень силен. Или вот то, что в последний раз, когда была вот эта перестрелка на международные границы, на условные международные границы между Арменией и Азербайджаном, это тот самый случай, когда Азербайджан хотел, чтобы европейские наблюдатели про это комментировали. И тогда армянская сторона заявила, что российская сторона, там присутствует русские по крайней войскам, а они туда европейские по крайней войскам не пускают. То есть это было бы, таким условием было бы то, что европейские акторы в этом плане как-то присутствовали в этом деле, но вдруг получается так, что российская сторона по крайней войскам еще присутствует и там тоже. То есть в этом контексте мы видим то, что в очень многих направлениях, чтобы те критики, которые европейские наблюдатели, те критики, которые европейские дипломаты озвучивают в адрес Армении, таким образом, такими пиар-ходами его как-то хотят вот эту угрозу от себя уменьшить это влияние, показать, что Армения очень серьезно даже настроена в том, чтобы идти в эту сторону. Но мы видели, что все ожидали, что в декабре поедет ли Пашнян в Санкт-Петербург или нет. Там это было очень серьезно, потому что до этого там были сделаны очень важные шаги, там римский статут и так далее, там было очень много таких интересных заявлений, но как-то дело касалось экономического составляющего. Экономический вопрос как-то из-за того, что сейчас Евразийский экономический союз представителем этого организации в данном этапе является Армения. И Армении этот экономический компонент был намного выгоднее, чем другие компоненты. И Пашнян поехал туда. И тогда уже очень многие европейские наведатели сразу отметили, что да, это уже как бы отход от заявленных намерений. И вот такими шагами разными, то, что вот погранвойска России должны покинуть аэропорт, сваркнуть и так далее. Еще раз говорю, для меня сейчас это все звучит как пиар-ход. Ничего конкретного за последние три года в этом плане ничего не было сделано. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый революция позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Господин Алилия, где вот в этом всем по сеансе, на ваш взгляд, позиции Ирана, которая, понятно, ничего не делает просто так, и поддержка, скажем так, Армении, она продиктована совершенно конкретными интересами. Видя, скажем так, это подтверждается, скажем, зависимость Армении от Ирана подтверждается даже тем, что на границе с Ираном у Армении нет ни российских наблюдателей, ни европейских наблюдателей, да, потому что Армения не хочет обострять отношения с Ираном, так. Ну, понятно, что Иран нужен Армении для... был нужен всегда для, как бы, балансирования влияния России и потенциальных угроз со стороны Азербайджана, так. Ну, а что Ирану нужно от Армении, на ваш взгляд? Нет, ну, во-первых, на армяно-иранской границе стоят российские пограницы, то есть это погром войска, там стоят, как стояло во время Советского Союза, и сейчас стоят они там. В этом плане так никаких изменений нет. Что волнует Иран, это то, что если будет дизайн-исусский коридор, то, возможно, будут дополнительные, ограничительные, это там разные инженерные сооружения, которые смогут дополнительно ограничивать тех людей, которые хотели бы, скажем так, перейти из Ирана в Армению, да. Ну, скажем, я думаю, что если там иранцы могут каким-то образом договариваться с командиром какого-то отрезка, какого-то границы, я думаю, что там окошки могут появляться в нужный момент, когда Ирану это нужно. Иранскими бизнесменами и так далее, это не нужно, потому что Иран под санкцией, и таким образом они могут все это делать. Но если появляются дополнительные инженерные сооружения, дополнительные там войска, это означает, что это, все это, скажем так, будет намного сложнее. И, естественно, Ирану очень волнуется то, что транзитные корридоры, они проходят вне территории Ирана, и Иран как бы теряет возможность повредить на все это. И получается так, что если зонти-азорский корридор будет реализована, то Нахчеван, сейчас Иран имеет такой-то вот, может, эта дорога, из-за того, что сейчас дорога в Нахчеван проходит через Иран, Иран может манипулировать этой темой, и это как бы является инструментом для определенного политического прессинга. А вот в этом плане, я думаю, что Ирану очень неприятно видеть, что в регионе происходят такие изменения, и Иран как бы остается вне, как бы вне всего этого. Но я думаю, что в этом плане, что Ирана больше волнует, вот было такое понятие, что Южный Кавказ, если вот из европейских стран, из США, кто-то хотел работать со странами Южного Кавказа, надо сначала договариваться с Москвой. Вот было такое представление, до сентября 2020 года. Но я думаю, что война 2020 года показала, что в регионе есть очень сильное влияние к мирмам Турции. То есть это понятие, там идет изменение очень-таки о понятии. Иран – это та страна, которая, естественно, мыслит в исторических масштабах. Иран говорит, что, по мнению иранских аналитиков, Южный Кавказ был потерян Ираном среди начала XIX века. И Иран потерял все это в российской стороне, российская империя тогда. Если российская империя, тут уже появляется новый игрок, то это должен быть Иран и никто другой. В этом плане то, что Турция, благодаря Азербайджану, увеличивает свое присутствие в Южном Кавказе, и страна Центральной Азии – это, естественно, это крушение всего мировоззрения Ирана, особенно в его северных границах. Это как бы тот мировоззрение, которое у Ирана есть, что это все иранское и все. Даже до Кизляра, до Дагестана, если Кизляра, то это территория Иран, может, внутри Ирана есть такое мнение, что это до Кизляра, кстати, сейчас российская территория, это иранские земли. Вот так называется Иран. Поэтому-то, когда уже Турция появляется в регионе благодаря Азербайджану, Грузия любит работать с европейскими и американскими акторами, плюс сейчас появляется Китай, то единственный актор, который может сделать так, чтобы присутствие Ирана в регионе увеличилось, это Армения. И очень долгое время в Армении думают, что вот ролл Ирана для Армении был таким важным, что были определенные суждения на тему, что Россию можно заменить как раз Ираном. Россию никто, вот в это говорит, никто Россию европейскими странами США заменять не хотел. Потому что было такое понятие, что никто ради Армении войну не свяжется, никто не начнет войну ради Армении. А вот Иран может начинать. В свое время было такое ожидание внутри Армении, в Ерване было такое ожидание, что если будет какая-то война в Карабахе, российские солдаты будут воевать вместе с армянами. И вот это как бы все понимание ситуации, естественно, Армения ищет, кто будет воевать, скажем так, за его интересы в этом плане. Но это и так не работает. То, чтобы маленькие страны были такими хитрыми, чтобы большие страны работали в их интересах, никак такого не бывает. Поэтому я думаю, что в этом плане у Ирана интерес состоит в том, чтобы через Армению все недовольные сели, все те страны, которые остались недовольны новым балансом сел на Южном Кавказе, они хотят вторгнуться Южнокавказские дела, а сейчас этот регион очень важный, через Армению. Потому что это тоже единственная недовольная страна. Грузия, Азербайджан, они с собой могут договариваться. Как Вы восприняли решение Пашняна выдать солдата армии Азербайджана, который попросту заблудился из-за того, что граница не демаркирована никак? Это жест Пашняна, на наш взгляд? Он в себе содержит содержание? Это стандартно. Ну, в данном контексте можно это рассматривать как жест, но это стандартная процедура. То есть сразу после ноябрьских соглашений 2020 года, сразу после этого было решено, из-за того, что в то время очень многие диверсанты, армянский генерал Видма, генерал Видма не ходили соглашаться с результатом войны 2020 года, и в некоторых местах в лесах Карабаха армянские диверсанты там они в декабре организовали, скажем, диверсионные акты против азербайджанцев, которые там были, убили там как минимум двоих людей азербайджанцев. И в этом контексте да, азербайджаник всех потом поймал и арестовал, их судьба ясна. Они их вернули уже как бы до 7 декабря 2023 года, как результат двухсторонного соглашения, стейтмента, заявления, да. И в этом контексте после этого там было достигнуто соглашение, что если кто-то там заблудился, там по ошибке попал туда, то его без каких-то процедур местные командиры как бы в инициативный порядок, скажем так, передают другой стороне. Это работало в то время, когда, ну, это был такой период в 2020 год до, скажем так, начала 2023 года. Точнее, до декабря 2022 года. Там лачинская тема пока еще не была таким актуалным, лачинская тема стала актуалной после 19 декабря 2022 года. И вот был такой этап, когда они обменялись, азербайджанская и армянская страна, они обменивали своими вот такими солдатами. И в этом медиаторстве все время было у России. Россия в то время для себя, это как бы для России был огромным репутационным ресурсом, потому что он хотел показать, что он, вот все, что там в Брюсселе там просто, скажем так, болтают, просто там лишние слова, вот Россия делает реальные дела. После этого там уже пошел такой процесс, что из-за того, что в Ереване там были очень-таки рассержены в сторону России из-за лачинской дороги, и вот эта схема перестала работать. При посредничестве Шарла Мещеля несколько раз было достигнуто договоренности о том, что будет тогда обмен такими, потому что в то время два азербайджанских солдата было там и там пару-то думал, что потом же, но после тех диверсантов, которые там были в декабре, после там были очень много таких случаев Армении тоже, их никак не хотели обменять друг друга. Этот как бы процесс в каком-то мире остановился. Вот сейчас то, что после встречи в Мюнхене, Берлине, после двухсторонного заявления, возвращение к этому, особенно в результате двухсторонного переговорного процесса, это, я думаю, что безусловно, во-первых, еще раз говорю, это стандартная процедура, но в этом плане я думаю, что можно в нашем контексте это можно оценивать как поистинный шаг, но я думаю, что если нечто подобное случится с армянской стороной, то Азербайджане раньше тоже было, и я думаю, что в этом плане никаких проблем не было. Ахмад Алилия, руководитель Центра изучения Кавказа, политики Кавказа, был сегодня с нами на YouTube-канале Daily Europe Online, спасибо вам большое, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok